В сочинском цирке состоялась долгожданная премьера спектакля «Гии Эрадзе» «Бурлеск». Новое шоу «Росгосцирка» собрало максимальное количество зрителей, которое смог принять зал в соответствии с коронавирусными ограничениями. До Сочи это шоу видели лишь некоторые жители Москвы и Нижнего Новгорода, а также королевская семья княжества Монако, где Бурлеск заслужил главную награду «Золотой клоун». На премьере побывала Елена Емельянова. Три часа шоу, в котором каждый номер поражает воображение. Кардебалет с шикарными костюмами сменяется тропическими мотивами аттракциона «Африка» с экзотическими животными. Зебры, ламы, кенгуру, обезьяны, дикобразы и другие животные программы вызывают восторг у публики. Артисты цирка «Гии Эрадзе» признаются – репетировали круглосуточно, чтобы в день выступления все прошло как по маслу. Волноваться всегда приходится. Даже если проходит все ровно, все равно волнение. Это же премьера. Приезжаешь в город, у тебя совершенно мало времени. А невероятная энергия продюсера и художественного руководителя заставляет делать новые и новые номера. Особо поразили зрителей номера со спецэффектами. Белый рояль на манеже превратился в фонтан, а на воздушных гимнастов обрушились струи воды. Изюминка шоу – единственный в мире номер групповой трансформации «Фаберже». Восторг и трепет вызывают у публики воздушный полет и новый номер программы «Бронзовые скульптуры». В этом шоу все отточено до мелочей. При этом воздушная гимнастка Дарья Руденко скромно отмечает, что вся сила артистов в долгих тренировках. Репетируем каждый день, репетируем очень долго, очень много часов. У нас коллектив уже профессионалов, многие спортсмены со спорта. Так как и я со спорта тоже полжизни своей отдала спорту. А так хитрости никаких нету. Тренируемся, больше тренировок, легче работа. Шоу не случайно называется «Бурлеск». Костюмы – это то, что заслуживает особого внимания. И даже на выход под фольклорные мотивы с «Медведем» артисты были облачены в русские народные костюмы, буквально усыпанные стразами. Удивить удалось даже тех зрителей, которые уже знакомы с королевским цирком. Это было в моем родном городе Нижнем Новгороде. Это было, наверное, может быть, лет семь назад. Я водила туда своих детей, поэтому с цирком Геерадзе я знакома. Очень люблю его. Вообще очень потрясающе. Красочные такие костюмы. Все очень необычно. И восторг вызывает. Душу тронули номера с самого начала. Конечно, подготовлено шоу на высшем уровне. Очень много занято артистов, животных экзотических. Такое мы видели впервые. И, конечно, световые эффекты и музыкальные. Заслуженный артист России Геерадзе отмечает, что следил за реакцией зала на протяжении всего спектакля. Самая большая похвала для артистов, что за три часа ни один зритель не покинул зал. А в финале все аплодировали стоя. Мы это чувствуем, энергетику зала. Я думаю, что артисты увидели, как они отдавали свою энергетику полностью залу. Потому что они выкладывались на все сто процентов. Я со стороны наблюдал за всем спектаклем. Смотрел и видел, насколько эмоционально, насколько стараются артисты. Потому что первый спектакль, он всегда волнительный. Он всегда вызывает. Вот я еще сам по себе помню, когда я еще был артистом. Это такое чувство. Невозможно передать словами. Посмотреть красочное шоу «Бурлеск» можно по выходным в сочинском цирке. В кассе предупреждают, билеты стоит покупать заранее. Елена Емельянова, Дмитрий Петрий. Время новостей.